Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Первое. Насчёт психиатра, сразу хотел бы определиться, да, что, в общем-то, мы не врачи, диагнозов мы не оставим. Вот, поэтому, поэтому, соответственно, на мой взгляд, к психиатру вам или не к психиатру, это вопрос отдельно. Я думаю, что у вас есть элементы созависимости, у вас есть элементы созависимости, безусловно. А, ну, вопрос в том, насколько она сильна, насколько сильна, насколько сильны у вас эти элементы созависимости, потому что если сильны и сильно, то, ну, соответственно, даже любовная зависимость, эмоциональная зависимость. Тут, конечно, ну, возможно, какие-то варианты, вот. Значит, соответственно, в частности, да, обращение к психиатру, к врачу, к клиническому психологу и так далее. Вот. Если не очень сильно, то в таком случае обращение к психиатру необязательно, достаточно, в принципе, просто психолога и работать с психологом. Вот. А вопрос окружается только в том, в каком направлении работать с психологом. Вот. Допустим, вы хотели бы. Ну, на мой взгляд, у вас заниженная самооценка, на мой взгляд, у вас есть неверность в себе, а любовь вы связываете исключительно только, знаете, вот, с каким-то негативом, с несвободой, с болью, с состраданиями и так далее. То есть, не просто так, вы отказались от мужчины, который к вам хорошо относился, да, и выбрали мужчину, который к вам относился, относился к расчески не очень хорошо. Вот. То есть, абсолютно не случайно эта история произошла. Вот. И, на мой взгляд, с ними не работает эта история. Вот. Дальше. Если анализировать ваш вопрос по прямым днём, то получается такая картина. Вы пишите, что встречаетесь с молодым человеком почти 6 лет, живете вместе 3 года. Вы пишите, что у вас много чего было, вот, но что вас объединяет? Вот, серьезно, что вас объединяет с молодым человеком, с мужчиной? Что конкретно вас объединяет с ним? Что между вами общего, что вы, допустим, держите за него? Это очень важная история. Дальше. Много чего было, выгоняло его с другими девочками, он виделся. Да, то есть, у вас отношения, ну, такие вот, скажем так, не взрослые. Вот. У вас отношения, скажем так, такие не совсем зрелые, да. Вот. Вот. То есть, он видел, что вы его выгоняли. То есть, тут вот нет какого-то, такого вот, прям, безусловного принятия человек. Дальше. Выгонял я, потому что он тиран, то сделает этот, это, это так, это не так. Хотя я делал все, чтобы ему угодить. Вот, понимаете, Мария, здесь вы находитесь в треугольнике Карпмана. Про треугольник Карпмана можете почитать в интернете. Но, данная история, то бишь, треугольник Карпмана, означает, по сути, что он, вы находитесь в нездоровых отношениях. Именно потому, что позволяете мужчине так нести себя. Ну, с вами. Он тиран. Но он не изменится, он такой. Чтобы измениться, ему нужны, ему нужно собственное понимание того, что с ним что-то не так. Чтобы он изменился, ему нужно самому отдавать себя отсчет в том, что у него есть проблемы. Это его тирания, это, по сути, признак садистического типа личности, что из-за своих страхов, из-за непринятия своих чувств, он вот так себя ведет. К сожалению. К сожалению, да? О. А пока он этого не поймет, пока вы, в том числе, будете потакать его поведение, а когда вы принимаете его, когда вы позволяете ему так вести себя с собой, вы, по сути, потакаете. Вот. А то ничего не изменится и подавно. То есть, какие-то разговоры, какие-то скандалы, да, требования там и так далее. Мало чего дадут. Мало чего дадут. К сожалению. Потому что люди редко меняются, а если они меняются, то они должны захотеть этого сами. Они сами должны захотеть перемест. Понимаете? Какая история. Дальше. А вы, соответственно, мазохистический тип. То есть, вам, вот, любовь, боль, любовь это боль для, соответственно, отношения счастья только через страдания. И вероятно, как и хотите. Чтобы к вам так относились. То есть, вам, вам не очень хочется, чтобы, вот, был, например, второй мужчина, да? Вот. Потому что второй мужчина, он, хоть он и более, может быть, привлекательный, да, он более приятный, но вы не чувствуете себя с ним, вы не чувствуете, что у него есть к вам чувства. То есть, вы себя с ним не ощущаете, ну, как это сказать, полноценной, скажем так. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. И у этого есть, что интересно, что важно. У этого есть свои причины. Опять-таки. Вот. Далее. Так, сама назло тоже с парнем встретилась. Которому он знает и к которому ревновал, когда только начинали встречаться. А что значит назло, Мария? Что вы пытались сказать? Зачем назло? То есть, вот это, как это вписывается в, скажем так, в концепцию любви, да, допустим, к человеку? Как это вписывать? Это, вот, вписывается в концепции любви на зло. То есть, ответить ему тем, тем же? И, чем вы отличаетесь тогда от него же? Эм, так. Дальше. Какие чувства я руководил? Когда вы на голову встречались? Так. Эм, сейчас просто этот парень у меня все еще в голове. А конкретнее, что значит в голове? Что, как это отображает у вас в сознании, что он у вас в голове, да? То есть, вы о нем думаете? В каком контексте, например, вы о нем думаете? Эм, что вам, например, хочется? Что вам хотелось бы, к примеру, к примеру. Дальше. Так. Эм, он совершенно, совершенно в другом контексте. Хотелось бы взяться. Дальше посмотрим. Я отказала ждать. Хотела, когда все изменится у нас, моему молодому человеку. А каких изменений вы ждали? Из-за чего отказали ждать? Мотивы какие были у вас? Дальше. Так. Эм, когда она все изменится, так все стало только хуже. А сейчас этот парень, который лучше относился ко мне, с которым вы видели, с сожалению, не подает знака внимания. А я жалею. Написать сама боюсь. Думаю, глупо будет девочке. Первый парень написать. Из-за чего? Почему? Откуда такая информация? На данный момент, я с тем, с кем почти счастлив, чувство пропадает, а ревность есть. А как это так, Мария? То есть, вот, сами для себя это противоречие. Представляете, вот, как так вот? Что? Чувств нет, да? Чувств нет. А ревность есть. То есть, это чувство собственничества получается. То есть, это получается не любовь к человеку, а необходимость, чтобы он был ваш. Может быть, это страх, к примеру, страх одиночества. Ну, вы боитесь одиночества, например. Может быть, это какая-то еще история. То есть, так или иначе, это что-то, это что-то, да, связанное с вами. Это ваши чувства, определенные какие-то, это ваши определенные какие-то чувства. И вы хотите чего-то для себя от человека. Проследите, пожалуйста, вот, проследите за ревностью, да, то есть, куда она ведет? Что она из себя представляет? Ревность. Понимаете, да? Вот. Вам самой вот все-таки очень, ну, очень желательно бы разрешить вот это противоречие. Значит, противоречие, согласно которому чувства вы не имеете, а ревность есть. То есть, ревность, это что-то ваше, это ваша какая-то потребность, это ваша эмоция. И в ней вам нужно разобраться, в этой эмоции. О чем она говорит, что вы хотите? Я из-за него всех девочек нашего маленького города начала считать мне очень благополучным. Я как и сказал, не могу тут напрямую напоминать, конечно, но надеюсь, вы поняли. Ммм, что вы склонны сравнивать себя с другими людьми, получается. Это значит, что себя, как таковой, вы не принимаете. По факту. Все. Да? Так получается. Иначе, зачем? Для чего вам считать всех девочек неблагополучными? Что вам это дает? И как это взаимодействует с тем, что чувств к мужчине, с которым вы живете, уже нет. И вообще вы думаете о другом человеке. Понимаете? То есть, у вас вот есть такие вот очень деструктивные мысли, деструктивные установки. Ну, на мой взгляд, совершенно стереотипные, да? Которые, по сути, ну, несут вам только негатив. Вот. И вот от них вам нужно освобождаться. Раскрывать все чувства, которые были подавлены ими. Учиться относиться по-другому к себе, к мужчинам и к девочкам. Вот. Дальше. Мне самой этого страшно, никогда такого не было до него. Ну, вы не замечали. Вы не замечали, но... Низкая самооценка, например. Она... Была. Скорее всего. До этого. Страх одиночества. Был. Скорее всего. До этого. До этого. У вас. А это симптомы. Это признаки. А когда просто встретился, так называемый, подходящий человек, да? Им... Именно подходящий человек. Ну, вот это все себя проявило в полный мир. Вот. Так что насчет психиатра я вам не подскажу, а вот насчет того, что... Ну, обращаться к психологу и заниматься психотерапией очень даже. Очень даже. Вот. Сейчас сядьте и спокойно для себя выделите, что относится для вас молодой человек ваш, текущий, что относится для вас другой молодой человек, с которого вы чувствуем относится. Именно значит, что вы хотите в его контексте. Какие у вас желания вообще вот в этом контексте. Хотите ли вы чего-то для себя через них, хотите ли вы чего-то для них. Вот. Вам это нужно определить. Это очень важный момент. Для вас. Вот. Определите, откуда вы, например, взяли, что девочка не может писать парню, то девочка что хуже. Вот. А если девочка хуже парня, ну, то представляет себя так, то парень тогда... Парень, который пишет девушке, он... Что он... Он хуже тогда. Получается. Ну, это абсолютно... Не выдерживает никакого... Никакой, скажем так, здоровой критики по родной позиции. Это даже не критики, а просто логики... Логики... Логики элементарные. Не выдерживает. Вот. Вот. А... Вот. Для начала подумайте над этим. И уже вот с этими... С результатами... С результатами... Этих мыслей, да, обращайтесь уже к психологу. Будем... Работать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные запросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.